Души в снежном вихре. На экраны страны вышла долгожданная историческая драма о латышских стрелках. Фильм снят по мотивам запрещенного в советское время романа Александра Грина. Работа над картиной продолжалась около шести лет и обошлась более чем в два миллиона евро. За выходные фильм посмотрели 24 тысячи зрителей и среди них Галина Сладовник. До съемок в картине историю тех лет знал не очень хорошо. Признаются исполнители роли стрелка Артур Саванокса Отто Брантевиц. На момент начала съемок ему еще не было шестнадцати. Не понимал истинную ситуацию стрелков, обстоятельства их жизни, не говоря уже про эмоциональный аспект. До съемок Латвия не была для меня так значимой. Это было государство на карте. Да, я чувствовал себя принадлежащим этой земле, но не было особых чувств. Фильм это изменил. И теперь я горжусь, вспоминаю тех людей, которые погибли, чтобы существовало наше государство. Для участия в массовых сценах статисты приезжали из разных уголков Латвии. Снимались безвозмездно за идею. Просто потому, что это было важно для них. Рождественские бои. Нас было в массовке примерно 200 человек. Молодые, старые, с военным опытом и без. Бежали по лесу, падали. Одни погибали, другие бежали дальше. Это честь участвовать в таком фильме. Быть одним из тысячи. Не знаю, буду ли в кадре или нет. Это не важно. Номер один, конечно, поддержка. Это так много. Эти волонтеры, которые к нам пришли. Это 2000-3000 людей, которые были готовы отдать свое время, свои отпуски, чтобы сниматься. И они, конечно, дали очень много сил, чтобы это все время продолжить. Потому что это говорит, что этот фильм нужен. Этот фильм нужен всем, чтобы понять, что было там 100 лет назад. Главная ценность романа «Душа в снежном вихре» в его документальности рассказывает оператор картины Валдес Целменьш. Поэтому и стиль съемки выбрали соответствующий. В основном это ручная камера, очень близко, рядом с главным героем фильма. Сложно сделать так, чтобы эмоционально зритель себя почувствовал, как будто он был вместе с этим героем фильма там в окопах. Почти документально почувствовали трудности военного времени и все актеры. К примеру, рождественские бои снимались при температуре минус 17 градусов. Самое трудное было суметь сконцентрироваться, как актеру. Обстоятельства съемок временами были очень драматичны. Ненормально холодно, долгие часы работы, замерзал, хотелось есть, хотелось домой. Это был большой вызов – показать профессиональную закалку. Независимость Латвии досталась дорогой ценой – жизнями людей, которые они отдали за свою страну 100 лет назад. И это надо знать новому поколению, считает один из зрителей, экс-президент Латвии Гунте Сулманис. Это наша история, это героизм наших людей во время Первой мировой войны. И не может быть слишком много рассказов об этом. Этот фильм – большое достижение в культуре и кинематографе. Премьера фильма состоялась 8 ноября. И за три дня, с 8 по 10 ноября, картину посмотрели 25 305 человек.